Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Горбатюк Сергей Николаевич Горбатюк Сергей Николаевич Вы были участником каких событий? События были, которые состоялись 5 числа в городе Полтава 5 апреля 2017 года? Да Так, вы с какой стороны были? Я был с стороны, там объясню ситуацию в двух словах До этого у вас была там тоже такая же самая подобная ситуация Происходила в арке И там тоже пришли ребята в масках, там строители были Там какого-то строителя избили, сломали мыли велосипед или мопед, я точно не знаю И ни одна охранная организация города Полтавы испугалась и не хотела браться На нас вышли через интернет, мы даем везде наше объявление, мы молодая компания, мы хотели развиваться Ребята все молодые, у нас так же самое Тошелцы есть, вы сами уже это знаете Которые работали, которые у нас работают И я хочу, чтобы они дальше работали, чтобы дурных мыслей не было Ребята там, все спортсмены не пьют, занимаются спортом И куда им свою силу девать? Они просто приходят автоматически заниматься спортом Он чемпион Саша, он выступал по кикбоксингу Стадниченко Он занял там нормальные призовые места Но я не хочу, чтобы молодежь курила, занималась наркотой Я просто с такими ребятами общаюсь И в данной ситуации мы приехали, вернее я приехал 5-го числа к этой арке По поводу строителей До этого тоже мы были понедельник и вторник там были Они завозят материалы, но мы присутствуем Допустим в понедельник, когда делась арка, да, мы присутствуем Я этого не отрицаю Строители поставили, мы разошлись, сидели в кафе, пили чай, кофе и все Ну есть там кафе там напротив, да? Да, да, мы сидели чай, кофе, ну никаких этих Потом мы ехали домой, у строителей попросили, утром приедут Ну, мы отвечали только за строителей, чтобы их никто не бил Вы знали, что это скандальный объект, что там нет проблем? Не знал вообще, ну я Кременчуцкий, зачем мне? У меня есть договор, есть документы Они пришли нам по электронной почте, наши юристы сели, ознакомились Все нормально, никаких нету Политические игры, мы никакие не принимаем участие А кто наймал вас? Созванивались мы с юристом, Максим вроде его имя, да Сейчас скажу, в контракте, чтобы не обманать Степаненко ВВС Степаненко точно, да Наши юристы ознакомились, говорят, все нормально, ничего нету Просто из-за чего нас наняли, потому что другие боялись там По одной простой причине, ну боялись Была до этого ситуация А зачем мне запитывали? Я никогда никому не спрашиваю, оно мне не надо спрашивать Сергей, можно я тебе задам питание? Скажи мне, будь ласка, накануне, памятаешь, ну рівно за день до этого Я привел туда людей, хлопцев, дядьков, с галстуками, с фотокамерами, с видео Это антикорупсийное бюро всей Украины И помнишь, как раз бабуленька и шла, я говорю Вот, смотрите, и бабушка говорит, а можно в эту арку? А вот вы ее как раз только заваривали Я стукаю, говорю, хлопцы, пропустите бабуленьку Ну и как раз оно подошло так Абсолютно адекватно, я заявляю, что ця людина абсолютно адекватна Відповідала мне дуже чебно Вы знаете, мы выполняем свою работу, но вы понимаете, что тут незаконное строительство? Он говорит, что я этого не знаю, но я выполню то, что у меня согласно договору Это было достойно В ответы были достойные, адекватные, тут нет Но я показал, ну, как раз в той антикорупсийном бюро, вы понимаете Что это строительство незаконная, я больше рассчитывал на тех, а вы просто выполнили свою функциональность Можно добавлю, пришла полиция, она нас спрашивала Она приходила, если что-то было незаконное, полиция поехала, правильно? Меня спрашивали, я там давал показания, что я здесь нахожусь Но дело в том, что, вы понимаете, тут ситуация достаточно интересная, что Ося Степаненко, брат, который, как бы, орендували вас с вами Это Степаненко, я его не видел, даже с ним не спил Виктор Викторович, а его родная сестра, она, ну, правая рука, или левая рука, или что там, какая часть, частина тела у Беха Она, ну, на превеликий жаль, Бех, это наш... Василий Григорьевич, мы ушли, в принципе, я не видел Если вы так говорите, что... Мы в Танине, в чем, да, Степаненко, Ярина, да, ну, так и, звичайно Если бы она общалась бы с Бехом, как вы говорите, почему тогда люди, которые стояли в касках на коленях, не влезли между людей? Это питание уже иншее, да Давайте, давайте... Нам разумнее всего, да Да, по питанию Сергей, как дела милиция, вот вы спостерегали? Вы задоволен? Да, что она не влезла между людей, вот, как на вашу думку, они сприяли вам, или нет? Давайте мы сначала, милиция вообще, ну, ее нет, вот, честно скажу, милиция пришла, отсижуется, просто, я не знаю, чего она ждет, но такие люди... Это тогда, когда была суточка, так? Нет, мы же сейчас продолжаем за начало, когда пришла полиция меня допрашивать из-за этого, да Я отписался, они уехали, мы с ребятами во вторник, там, мы уехали в понедельник домой, во вторник мы вернулись, на 9 утра Не только 5 числа? Нет, это была среда Это 5-й среду, да Во вторник мы вернулись, то, что строители попросили в 9 утра будут завозить стройматериалы, чтобы их никто не отглепал, ну, боятся люди Да, они зарабатывают, они такие же люди, как и мы, они зарабатывают Мы приехали утром, в 9 утра привезли там мешки какие-то, там, стеклопакеты, ну, такое, они занесли, и нас вообще там не было, мы сидели в кавьярне, пили целый день кофе, мы даже не подходили Просто пришли еще, а что сидели, пока закончат строители работу, они заканчивают, уходят и все Вечером пришли еще три парня каких-то, они начали что-то всесовывать и подпалить, это во вторник было, да Мы подошли, еще юрист с нами был, подошли, сделали им замечание, говорю, ребят, что вы творите, короче, вы сейчас спалите дом, потом, вернее, не спалите дом, мы затушили Говорю, смотрите, вы сейчас спалите какую-то фигню, вы потом уйдете, прибежит какой-то человек, кинет пару бутылок зажигательной смеси, говорит, дом на вас повесят, скажу, что это вы Потом, когда мы ушли, юрист говорит, ну, он трусливый мальчик, ну, не всем быть героями И говорит, вот этот один из них, я узнал, он был тогда в Балаклаве, он на меня кидался, когда было до этого, что-то там еще, до первого числа это было, да И мы так поговорили, сели все, и уехали домой, на следующий день, вроде все нормально, все спокойно, приходил бородатый чередниченко, но он угрожал, да, не спорю Говорил, ты еще не свалил отсюда и так далее, ну, жди, короче, ну, обычно это, ну, я принял А какими словами он выражался? Мат? Васи Гопардами Я его отвел, он кидался на ребят сначала, в первый день, в понедельник, с кулаками Он провоцировал их на драку? Провоцировал, я его отвел, еще полиция меня допрашивала, я его отвел, говорю, молодой человек, я же вас знаю, вы же солидный депутат, зачем вы так кидаетесь, матюхаетесь, это Он говорит, ну, ты же видишь камеры, мне же надо как-то, я говорю, так нельзя, вы хаос наводите, я говорю И мы с ним стояли минут 20 разговаривали, что это было понедельник, да Я прошу прощения, что я звернув увагу, вот, стосовно Сергея, Сергей был завжди, вот, ну, я Я какой бы он стороне не был, людина вела себя завжди адекватно И у него есть подлеглия, которые не совсем адекватные, я запевняю вас Но Сергей, слава богу, он был вытреман, это я точно говорю Дело в том, что я случайно на тот момент, я был очевидцем этого разговора, вас я тогда не знал вообще Очередниченко, слава богу, знаю неплохо, и я, ну, мой акцент был, я видел, что он с кем-то разговаривает и конкретно разговаривает Я с культурным разговариваю, он просит мне это, он меня там, ну, случайно я видел этот днем был разговаривает Я ему пытался, говорю, ребята, что вы творите, вы живете в этом городе, вам, наоборот, надо не хаос делать, садиться, если вы хотите, садите за стол переговоров, находите компромиссы, я говорю, это кровопролитие до хорошего не доведет, мы с ним на эту тему разговаривали, да Ну, он улыбался, ладно, ладно, ну, не важно, я вот это же... Что-то там по поводу документов я край муха слышал, я ему род полиция, вот это, моя задача строителя, вот так мы разговаривали, да, больше мне никто, прикиньте, работает чей-то отец, а мы его не защищаем, он зарабатывает все Я понимаю, давайте, давайте мы это упустим, потому что мы очень много, великий обзор, как начались, ну, певные сутки, да, про нас про это Объясняю, 3-го числа, да, позвонил мне тоже юрист, говорит, Сергей, можете подъехать, у нее смирная акция, ну, ладно, я делал костюм, пиджак 3-го или 5-го? Ой, извините, 3-го, среда это была, 5-го числа среда, извините, я это, я сам приехал, никого не было, я приехал где-то в часов полпятого, в 5, вот так, да, мы с ним стояли там, ходили с юристом, да, потом подходит парень, а не, стоп, подходит парень, говорит, пацаны, я бы на вашем месте отсюда валил, я говорю, а зачем нам, а там встретились с работой, заметьте, да, ну, я говорю, мирная акция, он говорит, а ты видел, что там творится, я смотрю, прошелся, там люди рядами ходят, поняли? Ну, организованно, видно, что... Это сколько время было? Где-то... 19 часов. Где-то с 5 до 6, может, вот так, я время точно не помню, в 19 часов начиналось и все. Подожди, я врать не буду где-то, я, ну, я просто ходил, смотрел, как они вот так маршировали. Вы понимали, что может произойти? Я вот понял, да, что может произойти, я позвонил в город, говорю, общий сбор, ну, к себе позвонил, то, что я один, я понимаю, там строители, ну, я ничего не сделал, я сказал, общий сбор, по общей команде у нас ребята собираются и приезжают. Да, то, куда, они знают, куда ехать, то, что мы здесь были два дня, ну, этого не отрицаю бы. Это во сколько вы позвонили примерно? Где-то позвонил, где-то, где-то, ну, выехали они где-то, сейчас скажу, в 6.20 ребята выехали. Где-то я позвонил в пол шестого, где-то вот так. То есть сейчас на сборы? Да, то, что они где-то, да, я вот это, думаю, буду пока на месте, да, с юристом стояли, все, подъехал джип какой-то еще такой, вышел какой-то там дядя такой здоровый из ТПР, и он завелся с какими-то прохожими. Ну, что там машины ездят или не ездят, да, я подошел, ребят, ну, зачем вы грязетесь? Ну, смысл вам здесь типиш, это центр улицы, люди ходят, все, ну, я с ними нормально поговорил, они, короче, ну, нормально все друг друга поняли. Потом к нему еще полицейские, к этому дядя подошли, тоже начали нормально разговаривать. Потом пришел Черниченко, говорит, ты еще здесь, да, ну, хорошо, ну, такая это. Я говорю, ты знаешь, я никого никогда не боялся и бояться не буду. Ну, не улыбка была такая, типа, тебе пиздец, ну, извините за выражение, да, типа такого, да. Саркастическое. Ну, типа такого, да. И я же стоял, а дальше вы уже знаете. Люди начали подходить, разговаривать, я попросил просто микрофон поговорить. Я не хотел бы, я объясняю, там люди, они работают, строители, понимаете, если бы строители вышли, ну, их бы порвали все, это я даже уверен. Внутри строители были? Да, работали строители. А газом кто бы взял? То не газ, то не газ. Объясняю, они работают, допустим, сверлят и варят. Они выходят сигаретку, пиджачки, у них стояли огнетушители, вдруг пожар, чтобы тушить, там, поняли, да. И этим огнетушителем они отбивались, потому что они испугались очень сильно. Дело в том, что многие говорят, что сейчас до сих пор в квартирах аромат стоит газ. Сергей, я понимаю вашу защитную реакцию, вы версию себе непоганого строительства. Сергей, послушайте, я объективный. А вот это был компрессор, который заправленный речевиной, от которого очи вылазят наружу. Так что вы можете на камеру рассказать, что там... Не знаю, что там готовилось для Висича, неизвестно. Ваши ребята были в касках, как-то экипированы? Ну, как экипированы, да. Сколько их человек было? Сейчас скажу. Человек... Да человек 12 было, ребят. Но они не все были в касках. Просто, смотрите, когда общий сбор, ребята выходные были. Да. А общий сбор пошел, и они все собрались, то, допустим, на телефон. Скажите, волей случая, один из ребят из ваших полностью экипированный оказался в рядах полицейских? Оказался. Объясню ситуацию. Когда вот эта ситуация вся началась, да. Мы же уходили, вы видели, как плечо к плечу, да. Этот парень, допустим, не успел зайти в кафешку, потому что была очень большая бойня. Когда была бойня, допустим, мы, мирных жителей, не били вообще. Мы, ну, мирных жителей, как говорят, что мы избивали, мы их не били. Если бы мы, допустим, самое большее пережал за этого полицейского, что это скажут, мы их сбили, этого полицейского. Но когда вот эти ребята в масках били полицейского, я от ребят отпрыгнул, вытащил этого парня и передал другому полицейскому, там это есть даже на видео. И назад вернулся к ребятам. И мы отходили назад в кафе. Я не знаю, как оно называется, но если карки стоят спиной, с левой стороны кафешка какая-то. Дальше туда? Да, мы туда. Тельмена или что-то такое? Галушечка. Да, потому что нас, допустим, нас бы убили, поняли. Мы в это кафе зашли, но когда мы зашли, мы поняли, сделали ошибку. Кафе было полно людей. Тогда мы с парнем держали на входе оборону, да, допустим, кто там с нами был, чтобы эти не забежали. И люди, которые внутри, мы сказали, пошли вон, быстро выбегайте отсюда. Бармен открыл задний вход, там у них еще люди были, бармены, официанты. И они все выбежали через задний вход. Потом парень нам отвечает, пацаны, мы все вышли, можете выйти. Тогда мы всунули палку в эти двери и ушли за нами. А дальше, ну, мы побежали. Сзади препятствий никаких не было? Мы вообще, вот в этом нам повезло, спасибо Богу, что там никого не было. Біля цієї арки, ну, біля цього кафе стояли батальйон Полтавщины. И зовсім нічого не робили, не блокували, не заходили. Просто стояли, смотри. Они просто стояли и дивилися. Они с левой стороны видели, как нас бьют. И я підполковнику, їхньому керівнику, сказав, ты не офицер, ты импотент. Я слышал. Там мордати такие в окулярах. Я вот видел на видео даже, досматривал. Да, в цивильному. Посмотрите, там, где я вытаскиваю полицай, там кто-то снимал видео. Ребята ищут, выкидывают, да. Ну, сейчас я не... Там мордати такие в окулярах. Я вот видел на видео даже, досматривал. Да, в цивильному. Посмотрите, там, где я вытаскиваю полицай, там кто-то снимал видео. Ребята ищут, выкидывают, да. Ну, сейчас все негативы, вот кто-то, друзья, есть. Я, когда мы уже ушли, там до конца идет, кто-то снимает, и он уже доходит, стоят в касках, в шлемах, на коленниках. Их много очень стояли. Да, да. И вы кричите своим голосом, я не знаю, кому вы кричите, но вы кричите, зачем вы избиваете мирное население, ваш голос там слышен. Кому вы это говорили? Там ваш голос, ваш голос узнал. Я Алешкину, орал Алешкину. Ну, Алешкин вообще импотент, вообще ни черта не делал. И нас не было, мы не избивали мирное население. Он отморозился. Ребята ходят с битами, с палками, ходят с милицией. Когда милиция включилась в работу? Милиция включилась, сейчас объясню. Мне позвонили, потому что я же телефон давал свой, когда поездили. Нет, я маю на вас, когда выяснилось. Сейчас, я к чему говорю дальше, как случилось. Вы спрашиваете. Милиция позвонила, говорят, скажи своим людям, строителям, пускай выйдут. Я говорю, их порвут, говорю. Их убивать собирались, я видел это. Да, я говорю, их порвут, говорю. Он, хай, открывает. Они не будут открывать, я говорю. Он говорит, ты что, прикалываешься, пускай выходят. Я не знаю, кто мне заявил. Я говорю, дайте мне пять минут. Я вот усидел, думал, а мы уже убежали оттуда, сидели во дворе. Я перезвонил, говорю, подгоните автозак, у вас же люди рядом с нами стояли. Поставьте их рядами, выведите наших этих парней, которые строители три. То, что их порвут. Он говорит, сейчас что-то придумаем. Потом он перезвонит, хай, открываются, мы уже стоим, вот так он сказал. Я говорю, точно стоите, да. Позвонили, ребята открыли. А вы где в это время были, ориентировочно? Вот это, если мы со двора убежали, если мы с кафе выбегаем, влево пробегаем мимо арки с левой стороны, уходим вправо, потом влево, вот это, блин, сейчас я объясню, как. Вот это мы выбегаем со двора, влево бежим, поняли? Влево. Пробегали мимо какого-то еще мотеля или отель с левой стороны. Возле театра. Потом побежали прямо туда и забежали вправо, там или база, или какой-то двор, поняли? И вот тут мы туда забежали и сидели. Броники мы поскидывали, каски поскидывали, то, что это наша была смерть. Пацаны скинули их по дороге, когда бежали. По дороге вы побросали и не нашли? Побросали, мы и не искали. Потом мы еле машину нашли, ведь. Там мы часа, часа четыре выбирали из города, то, что все это. Когда выезжали из города, вас милиция, полиция останавливали? А мы попутками выезжали. По одному? Нет, нас выезжало, допустим, нас выезжало, или тролли, четверо, говорить не буду, то, что у меня сильно разбита была голова, я терял сознание. После меня под руки в машину, очнусь там где-то, это, очнусь это. Так, Сергей, скажи мне, пожалуйста. И у нас тоже у ребят два ножевых, тоже у ребят, потом у нас у ребят огнестрел, потом у ребят поломают, Леша сильно поломает. Огнестрел или резиновые пули? Огнестрел в ногу, он сегодня смей делает, проходит. Просто мы все разбежались, а сегодня он делает смей. На вылет? Не, не на вылет, сильно глубоко зашла, ему там врачи чистили. Но он в бегах был, он не мог сейчас. Пуля там? Не знаю. Брать не буду, это еще он достал до этого. Сергей, скажи мне, Водаска, а когда, кто из ваших хлопцев и навещу резал Кобу? Давайте я скажу, что... Ну, в белом, у великого дядька с бородой в белой стороне. Я не знаю, кто там был Коба, кто не Коба. Ну, в белом, такий, добрый, великий хлопец. Я вам объясняю, в данной ситуации наши ребята утром пришли, приехала полиция, все ребята пришли. Их на следующий день всех допросили, всех, которые были. Вот этот парень, что сейчас его закрыли, он не резал никого. Это Анатолий, допустим, ну, который... Но его забрали и увезли на Полтаву. И все разбежались. Никто бы не ходил, если бы дали подписку от выездителей. Все бы ходили, нормально. Просто пацана забрали. То, что, извините, наша власть испугалась. И судья дал ему этого, чтобы потихнуть все эти. И менты перекрываются. Пацану там два месяца. У него не было. Вот у Толика не было. Конечно, там на видео... На фотографии... Видно, у второго был нож, да. У вашего? Ну, парень, который был, он был на видео. У вашего? Вот милиция показывает. Ваш хлопец? Ну, наш хлопец. А куда? Не видишь, сейчас убегали. У него ниж был. Не знаю, что у него было. Ну, два полицейских стоят. Вин справа стоит. И у него ниж блеснул как раз. Смотрите, на видео показывают они. Но это надо довести. Было или нет. Чтобы мы узнали, это его надо найти. Понимаете? Сейчас менты на нас вешают все. И вчера на нас все вешали. И на этого Толика вешают. Но Толик не резал, я уверен. Этот человек, ну... Он работает на предприятии. Он нормальный семьянин. У него маленький ребенок. Жена, все. Толик никогда в жизни мухи не обидит. Понимаете? В данной ситуации, ну, как оно было, нас рядом с этими людьми не было. Как вооружены ваши бойцы вообще? Чисто была дубинка 40 сантиметров. Она по закону разрешается. Не разрешается спецсредства с выше 60 сантиметров. Вы уверены в том, что ни у кого ножей из ваших людей? Я уверен, ни у кого ребят ножей не было. Вы старшей группой были? Да, я с ними и был. Вы проверяете, когда они выходят на работу? А я как мог проверить ребят, если я был здесь? То есть это уже те, кто приехали из Кременчуга? То есть это не выключено, что кто-то из собой ножи брал. Мне, вот смотри, я сказал, общий сбор. Они приехали. У нас обычно идет каждое утро... Там цикла и на разборки, они брали все, что можно было. Нет, пацаны ножи не берут никогда. Я не знаю, откуда взялся этот нож. Может, сработал какой-то... Но это надо этого парня найти. Он бы не убежал, если бы не принимали... Он убежал в этот же день, когда забрали парня на полтаву, он бы не убегал. Да, он наш. А вы можете его... Мы связи с ним должны быть вашим. Что вы говорите? Ваша связь с ним должна быть. Сергей, Сергей, вы можете... Он наш, я его не отказываюсь. Почекайте, вы можете его найти? А то, что вы найти его можете, я не забываю. Мне вчера полиция так же задала вопрос. И в тот же час опитати его, че мав он с собой зброю. Смотрите, полиция так же сама дала вопрос. Можете? Я говорю, могу. Вы сначала с этим парнем решите, я говорю, отпустите. И тот придет сам, сдастся, он не будет бегать. Просто сейчас закрыли этого парня и этого закроют. А вы переживаете, что на двоих все сойдется? Конечно, конечно. Пускай докажут с этим сначала, я не хочу. Он бы не убегал. Он утром пришел в милицию, дал показания, как все. Все утром ребята пришли в милицию. Но никто не ожидал, что заберут одного на полтаву. Этого никто не ожидал. Как ударили полицейского, вы видели? Я не видел, я видел его упасили, блять. Я подлез от толпы. Кто выбачил и кто был? Ну, в масках все ребята. Я просто переживал. Бьющие в маске были? Бьющие были в маске, да? Я просто переживаю за то, чтобы на нас не повесили. Что это мы, вот за это больше всего, это мы не делали. И зачем нам делать хаос, если наоборот... Вы знали, что уже применялся нож, вот когда вы полицейского... Нет, не знал вообще. Вы кровь видели? Кровь с полицейского где-нибудь. Что-то вот у кого-то. Я вообще не видел ничего. Там такое творилось, понимаете? Там творилось такое. Я еще, я орал, плечо к плечу, пацаны, не отходите. Потому что если мы разбежались, нас бы по одному поприбивали. Мы шли до последнего. Я же говорю, полицаи видел, забивали. Я его вытащил и другому дал. Я говорю, забирай его нафиг отсюда. Люди, которые били, дрались с вами, провоцировали, они были с открытыми лицами? Нет. Все были в масках. Даже у вашего Кобова, я смотрел по телевизору, когда он бьет кувалду, у него тоже было. Зачем, если он герой АТО, он должен наоборот за порядком смотреть? Зачем я могу одевать маску и приходить тоже в маске? Я не могу этого понять. Какое в руках у людей вы видели оружие? Да там все у них было. И прутья, и биты, и палки. Да там все было. Там и баллоны, и баллоны, и они нас с баллонами газовыми. Выстрелы вы слышали? Слышал выстрелы, да. Но я думал, что вот это петарды. Ну какие, поняли? Они кидали вот эти... Вы на звук не можете отличить огнестрельное оружие и петарду? То есть вы знаете, что там такое было? Вы просто внутри были. Не, ну я просто спрашиваю. Вот я был внутри этого. Я не мог этого понять. Понимаете, там все. Вот это если пацаны не были в брониках и в этих, и то у Лехи кирпичом сбрило каску, поняли, да? И второй кирпич ему сломало, ну это надо оперировать пацана, блять. Он в больнице сейчас. Он за тяжелый, что я не мог приехать, я за ним смотрел. Просто мы забрали ребят всех везде после того, как... Сергей, вы видели, что такая чепуха, что это, на самом деле, это таки народный бунт. Ну, как человек, который отвечает за своих людей. Почему вы не забрали своих людей? Вы подписались на эту... Да, нахрен вы подписались на эту... Можно вам сказать, пожалуйста. Ну, вот смотрите, вы сейчас осуждаете там нас. Конечно, осуждает. Да. Ты понимаешь, что два моих пацаны, два моих ребятелях порезаны ножом? Извините, я же этого не писаю. Вы понимаете, мы тоже порезаны ножом пострелили. Сергей, понимаешь, вы пошли на заранее... А можно, что это криминальная справа? Хорошо, можно ваша... Это криминальная справа? Да, Стас. Да, братик, перезвоню, я тут говорю, я тебе наберу. Сергей, понимаете, я даже накануне до того, я вам показал, что это пахнет лайном. И вы сами... Подожди, Василий Григорьевич, ну давай прямо говорить, кто ты ему? Он сделал свою работу. Давай с другой стороны. У меня есть договора. Мало ли, у него и Чередниченко приходит. Саша, ты бачишь, что я говорю, людина, вылазь и завжди адекватно была. Это объект, на нем работают люди. Скажите, у вас раньше были такие конфликтные ситуации где-то у вашей организации? Вообще никогда не было. Это первый раз мы сидим. Сколько вы работаете на фирме? Четыре месяца где-то. Ну мы молодые, мы недавно только открылись. Мы молодая компания. Мы взяли лицензию, мы взяли в августе, пока купили там оборудование. А киевский рынок? Да нет, это не мы, я вам слово даю, это не мы. И там даже я нашел этого парня в Кременчуге, да. Я специально попросил ребят найти в Кременчуге. Кременчугский? Да, я найти в Кременчуге, да. Сейчас, секунду, я договорю. Найти в Кременчуге, и он был понедельник, вторник, среда в Кременчуге. Там даже есть видео в кафе, я попросил сохранить, найти, чтобы к нам его не привязывали. Там есть видео, я его могу предоставить. Добрый, Полтавский район на землю, на господарство выезжали? Нет, ни разу не выезжали. Не были ни разу. Не выезжали. Это была ваша первая работа в Полтаве, да. Первая работа в Полтаве была. С Альфа-Капиталом вы прорывали раньше? Альфа-Капиталом это что? Это группа Альфа-Капиталом? Нет, никогда в жизни. В Белоке выезжали? Нет, не ездили вообще в Белоке, не выезжали. Это не наш. Что касается людей, допустим... Вы отвечаете за себя или за всю организацию? За всю организацию. И за себя, и за всю организацию. А сколько у вас человека в организации? Если брать с женщинами или брать чисто с ребятами? Всех идеально. Ну если со всеми полностью, женщины, бухгалтеров, все, человек 20. Мы новые, мы только формироваться начали. У нас одна машина работала, по два парня, потом еще одного, двоих на работу брали ребят. Но у нас нету такого, как пришло 100 человек. Боевых единиц сколько получается? Ребят, сейчас скажу, ну человек 13-15. Это если не, ну, боевых единиц. Это как боевых единиц? Это чисто... Ну, ребят, он может стоять, да? Саша Атошник, вот он боевая единица, да. Но он на соревнованиях ездит. Как? Он нормальный человек. Он тоже кибор. Сколько у вас Атошников там? Был вот это Саня и Гнездилов был. Тоже Атошник. Ну, Гнездилов забухал, он сейчас в запоях. А в момент 5-го числа? А, там Атошников? Не, их не было вообще. Вообще не было. Вообще не было, да. Но они у нас два Атошника. Наоборот, их подтягивают, чтобы они работали. Сергей, скажи, Бодаска, как вы вважаете, кто порезал наших хлопцев? Ваши хлопцы до чего причетнее, как вы вважаете? Я не хочу этого говорить. То, что если я скажу, это может быть хуже для ребят. Когда придет время, мы все это с вами узнаем. Тот, что сидит, он не резал 111%. Он невиновен. Второй парень, надо его найти, и тогда мы узнаем правду. В данной ситуации он убежал из-за того, что поймали этого. Если бы этого не поймали, он бы не убегал бы. А сейчас милиция вешает на нас. Ну, я так понял, и на вас. Крайними нас все их делают. А если бы те люди, которые стояли в касках... Роль милиции в этой справе в этой справе очень странно. Не знаю. Очень странно, да. Но мы не про это занимались. А в момент 5-го числа контакты какие-то с полицией были у вас все-таки по телефону? Последний контакт был ночью. Когда я ждал поясни, когда они говорят, хай откроют и выйдет. Мне ночью кто-то звонил. Вы не знаете кто? Не знаю вообще. Хай твои люди выйдут. Мы их нету, там строители. Вы имели возможность звонить в полицию? Ну, я имею в виду неофициально вот так на какие-то... Нет, нет. Я вообще ни с кем не был, вообще не общался. Полицейских я не знаю. Меня даже допрашивают. С самого начала вы контактировали с полицией? Нет, с самого начала полиция приехала, она допрашивала. Да, и все. И все? Да, и все. Больше с полицией они контактировали. А когда они приехали туда, до арки, они с вами выходили на контакт? Полиция. Ну, я отписывался. Я еще писал женщине, отписывался. Прибежал Черниченко и начал кидаться кулаками. Ну, полицейский, который приехал. Вы за пятое число скажете? Да, да, да. Нет, не за пятое. Я... В пятое число, вы приехали охранять объект. Я сам был. Приехала милиция, подтянулись ваши хлопцы. Никто не прошел. Вы с полицией спілкувалися, я как-то скоординовали свои дни. Они выходили за вами, говорили, спілкували. Один звонок был ночью. Вы веде людей и все. И все. Вы открой, хай выйду. Вы говорили, ты что, баран, говорю? Откуда не знали номер телефона? А я ж... Меня допрашивали до этого. Я ж давал первое... И когда там случилось, в понедельник, я ж давал свои координаты. Вы свободно раздавали свой номер телефона для того, чтобы был контакт? Да, я не прячусь. Мало ли что, я приеду и сюда сделаю. У Чередниченко был ваш номер телефона? Нет, не было. Не просил он вас? На следующий день хотел какие-то плакаты против Мамаяна. Он просил у вас номер телефона? А мы не меняли с ним телефон. Он мне в фейсбуке позвонил, обосрал. Ой, вернее, написал, обгадил там и все. Он нашел ваш фейсбук? Да, и обгадил там страничку, написал, что так и так. И все. Я ему сказал, а на следующий день он пришел вешать какие-то плакаты с кем-то там, да. Можно я повешу? Я говорю, извини, я же с тебя нормально. Мы вчера поговорили как два нормальных человека. Мы живем в одной стране, мы нормально общаемся. Я говорю, ты меня в фейсбуке обгадил. У вас на фейсбуковской стране телефон номер есть? Номер телефона ваш? Нет. Да нет, может быть. Нема. Да я с таким первый раз столкнулся. А где вы до тех пор работали? Я работал, ну, юристом, подрабатывал. Я хотел всегда открыть свое... У вас юридическое образование? Образование выше. Я хотел всегда открыть свое охранное агентство по одной простой причине. То, что вот явер охранное агентство, оно приезжает на вызов и вызывает полицию. Приезжает полиция, зачем посредник между полицией и хозяйственником? Я хотел открыть охранное агентство, которое должно решать проблемы на месте, чтобы не было кипиша и хаоса, и не поставлять полицейских. Ну, пока так. Что дальше? Не знаю. Дальше все решает у нас, как я и говорю. Я в машине сижу, ты прямо на сясть автобуса. Я вам сказал, честно, правда, как оно есть, без всякой... Сейчас я выйду. Надо встречаться с вторым человеком и решать... Второй человек – это кто? Той, кто выше, выше. Это кто вообще второй человек? Ну, ваш второй. Второй, которого подозревали. Какого подозревают в... А где гарантия, что второго не закроют и на двоих их не повесят? Если это... Значит, треба какось... Все ревно, Сергей, все ревно, не можно так... Значит, сделайте проще и умнее всего. Найдите человека с камерой или хотя бы на телефон видеообращение запишите хотя бы... Знаете, я сейчас даже не хочу его искать по одной простой причине, потому что меня слушают, смотрят, видят. Ну, смысл мне. А потом получится так, что если я узнаю, иди он бы. Получится так, что я... Сдал. Да, вы сами понимаете. У вас друзья же тоже есть. Да, Сергей Ваше Веселое. Ну, в данной ситуации на нас повесили всех собак. И Харьков нам приписывают, и Киев нам приписывают. Ну, мы нигде не были вообще-то. А как вы слышали, были ли иногородни с противоположной стороны вокруг вас? Не буду обманывать. Вообще не буду обманывать. То есть не хочу обманывать. Я, честно, в это даже... Я и видео не смотрел. Просто ребята выкидывают видео, кусками там, показывают где, как... Сергей, я когда говорил с хлопцами, которые предлагали нам встретиться, то хлопцам призвучала такая думка, что у вас склалось вражение, что это какая-то была третья сторона, которая... Да. А кто? А можно? Вот, а как вы поняли? Приехали люди в масках. Сбитыми, с прутями. Уже заряженные кидали, с пистолетами. Ну, вы это делали, Атошовцевцев? А почему Коба делал маску тогда, если он не боится? Он же честный человек, Атошовцев. Зачем ему было тоже... Я вам скажу, чему... Да, почему... Потому что цей бизнес, фактически на сегодняшний день, як криминальный, и хлопцы, когда выстоять позицию добра все-таки справедливости, они не верят в милиции? У нас же нет доверия полиции. Когда мы увидели, и хлопцы увидели, что приехали какие-то левые хлопцы, ваши, и начали защищать тех, кто тут порушивает закон, смеется над людьми, плювало на этих людей. Звичайно, это их сбурило. Просто, друзья, вам нужно было приехать и узнать, чего вас запрошивают, а никто не хочет туда идти. Потому что нормальная людина тут не погодилась идти против людей. А вас, вы видите, разговаривали... Да, против людей, которые там живут. Это моя работа. Если ваша работа разгонять нормальных людей, которые стоят справедливость... Я людей не разгонял. Людей, во-первых, я не разгонял. Вы давайте не говорите эмоции. И вам тоже звонил человек, если вы такой правильный и честный. Вы могли со мной три дня назад встретиться. Но вы не встретились со мной. Почему вы не встретились? Вы обосрались, извините. А сейчас все вешаете на меня. Я искал встречи со всеми вашими. Сережа, у тебя была рука не в этом моменте, а у тебя заразлистила. Да можете лиснуть. Я не переживаю за это. Я не обосрался. А что же вы не сказали... Ты на вымнишку, подняли. Ну, куда вы не сказали? Придет повестка. А мне не приходило. Придет повестка, я пойду за счет. Я не вернулся, я искал встречи с вами, понимаете? Да ты знаешь, я тебе решили, что я тебе говорю. Не просто. Не надо же, ты пришел, ты пришел вгораживать. Кого вы, свои ехи убивали. Так это мои ехи, свои ехи тоже. Так и ваши резали моих ребят тоже. И стреляли. Ваши тоже стреляли. Сергей Юрьевич. Сергей Юрьевич. Петро Васильевич. Петро Васильевич. Извините, но я приехать сам хочу. И выбирай посарик, что ты сюда приехал. Хорошо. Я тебе все договорил. Петро Васильевич. Я к вам приехал, как я ехал. А вы сказали, тебе вырок уже есть, иди ждать себя в полицию. Какой вырок? Я сказал, пиди, расскажи полиции, что ты сейчас рассказываешь. Вы сказали, вырок мне передали. Нет, нет. Я сказал, пиди, расскажи. Ты от меня что-нибудь чувал? Нет, не слышал. Петро Васильевич, Сергей Юрьевич, давайте про ОТ все, давайте по сути. Бо мы не для того зібрались, потім побалакаете, потім. А зараз давайте по сути. Бо мы дергаем час, а люди выставляются. Попец, а что по сути? Он пришел их выгораживать. Они в бегах у себя. Извините, я встречу не искал. Петро Васильевич, скажи, пожалуйста, ультрасы у меня, наши полтавские, у меня б кидали Бруківку. У вас? Да. Кидали бы? Кидали бы или нет? Я думаю, нет. Нет. Я знаю, что все меня... И у меня бы не кидали. И у вас не кидали. А кто же кидал за три метра от меня, кидал Бруківку мне в обличье? Ну, кто же кидал? Ну, вот же рука порвана. Ну, вы подождите, ну, кто же кидал? Значит, действительно была третья сила. Это не мы кидали. Я знаю, вы отбивалися, вы в этот час отбивалися. Я понимаю, что гроши не пахнут. Но ехать на тот объект, который настолько брудный, и браться за всю брудную работу. Розуміє? Знаешь, что народ поднимается против этого, и ехать, плювать, это его работа. Такая это работа. Вот и заработал. Это, вы понимаете, тут... Я понимаю вас. Ты понимаешь, и вы меня поймите тоже. Сергей, Сергей, вот тут... Нет, я тебя не могу понять. Это работа. Я пришел к тебе на существо, человек, и браться. Петро Васильевич. Петро Васильевич, да заспокойтесь вы. Да заспокойтесь вы сейчас. Сергей, ну, действительно, ты приехал, просто залез в бочку с дерьмом. Ты признав, что оно воняет, и туди залез. Извините, но я же не знаю ваших политических моментов. Ты слышал, что это не первый раз. Ты отвечаешь за людей. Ты очуливаешь ферму, серьезную ферму. Ты должен был навести справки, что там за проблемы. Знаешь, краще здоровье... Но есть документы, все честные документы. Это же не я их подделил. Ну, это же документы, которые пришли, мы ознакомились. Там нема, на сегодняшний день, нема жодного документа. Там были копии. На будьевнительство. Смотрите, ну, мы ребята охраняли, строителей. Мы не охраняли эту арку. Людей, был договор людей, которые там, ребята делают, все. Там были строители, они приезжали, выгрузились, мы сидели. Отверто тебе говорю, что ты приехал, и ты, разумный дядько, я тебе говорю, что ты завжди, за все разы, я задоволен твоей поведенкой. Но ты пришел, взял своих хлопцев, заради грошей кунул в бочку. Извините, честно, денег за это я не получал. Ну, послушайте, ты взял своих хлопцев и кунул в бочку с дерьмом. Это я знал. А зачем меня слушать? Потому что я хочу разобраться, почути, я хочу почути твою думку. Я винистся не снимаю. Петро Васильевич. Я винистся не снимаю. Я пришел говорить, извините, пожалуйста. Я винистся не снимаю. А я не хавался. Почекайте. Я не хавался, я всегда на связи. Петро Васильевич, скрутили людину, яка была. Скрутили и отдали полиции. Полиция за рог в улице не завела ее. Просто взяла и отпустила. В отделении мы с вами объездили. Нашего человека забрали. Мы скрутили пацана, это Женя его скрутив в судьбу. Да, да, судьбу. И его выпустили. И его тут же выпустили. Тут же. А нашего забрали. Нашего забрали. Наши не делали. Я теперь это понимаю. Я теперь подозриваю. Полиция была, вибачьте, очікували батальон Белецкого. Третья сила тут працювала, кидала в нас каменья, в них кидала, провокувала. Я в том, что поймете, судя по... Мы делаем выставки зараз, значит, на рівне интуиции. Звучайно, да. Просто... Але мы хоть что-то робим, а те, бачите... Извините, вопрос. Кто тогда побил таблички? Это не мы. Явно не вы. На следующий день... Та там к вам нету... Подождите, но все равно же... Хотят же ж людей взжечься, кто-то ж побил... Сергею, Сергею. Вану там не... Сергею, Сергею. Я вот честно говорю, вы таблички не били ваши. Сергею. То пишут, Скорпион приехал и побил таблички. Сергею, Сергею, ты меня чуешь? Да. Таблички для тех, кто мне там. Я впевненный на 99,9% что до табличек вы не имеете никакого отношения. Это я впевненный. Разумеешь? Все. Крапка. Закончили про таблички. Тут самое опасное. В принципе, Василий Григорьевич изначально задал вопрос. Сербор. Хотелось бы еще раз услышать вашу позицию. Как вы считаете, были вы? Были протестующие? Была ли третья сторона, так вы видите? Там даже по полицейскому ясно, что была какая-то сторона и сбивала полица. Кто же его был? Полицаи били. Полицаи были... Полицаи были... Люди с щитами. Вот смотрите, люди были подготовлены. Они шли первые ряды с щитами. Вторые ряды кидали в нас кирпичи, кидая нас зажимали. А третьи ряды с палками лупили, короче. И полицаи попал как раз под это. Стой. А что дадер убила цей час полиции? Часть полиции? Стоял. Слева стояла. Стоял. Ничего. Вот этот парень, что его били, он вот так стоял между нами и между ними. А другие? Обосрались. Петр Васильевич, ничего не делала. Полиция ничего не делала. Они стояли слева. Я хочу это почути. Чи милиция, потребный момент? Чи полиция были на ласе? А за это может дать ответ я. Бо я сказал подполковнику цивильному, что он импотент. Почему? Бо он ничего не вживал, никаких заходов. Я сварился, я выстроил... Они пока не убежали. Я выстроил подраздел полиции и подраздел... Они начали бежать за полицию. Они могли вас покрутить, зібрать. И сгідно 200... Юрист? Да. 208 статья КПК. Вы должны были на три дня, все были затриманы. Зъяснили, кто порезал, кто все. Або выпустили, або нет. Они ничего не сделали. Объяснить, можно? Нашего человека задержали. Его не выпускали. Он к ним спрятался, чтобы его не убили. Его задержала полиция, заломала руки. И через три годы его не было. Нет, нет, наш сидел. Утром его приехали, забрали с паспортом, приезжали там, его не хотели отпускать. Его взяли в райотдел, в райотдел и все. Нашего забрали. Наш сидел у вас целые сутки. Как полиция третья. Его держали. Его держали третьи сутки. Ребят, третьи сутки. Тех отпускали, а наш сидел. Мы еще туда посылали юриста, его не отпускали. Везите паспорта, везите это, тогда мы отпустим. И человека, который его заберет. Наш человек с города приехал, привез паспорт, тогда его выпустили, его пытали, пофотографировали там. Наш человек тоже сидел там. Зачем, если мы были с ними, зачем нашего человека фоткать и оформлять на него дело у вас в Полтаве? И ваши полицаи его сломали, вот так и отвезли. Там есть видео даже, где он стоит. Ну, это наш человек был, они отрицали. Я знаю, он став в строй до них. Да. И долгое время они доказали, что это совсем не ваша людина, а это их. И когда мы его показали кроссовки с билою подошвой, тогда Альошкин подошел и у него без выхода было. Сказал, ну ладно, скрутите, заведите. Его скрутили, забрали. Было такое. Ну, это было аж с пятої попытки. А до этого они доказали, что это их человек. Ну, как, ну как, я в своем подразделе знаю все. Ну, складается уражение, что они разу с милицией пращали. Просто, Сережа, ты не хочешь сказать. А милиции деваться не надо. Их зараз загнали в куток, им нужно найти крайнюю. И они среди вас шукают пару лохов, чтобы спустить на весь всю эту проблему, яка заразит. Понимаешь? Они же думали, что так оно кончится. И никем вообще не имело отношения. Але вони вас полностью прикрывали. Я ждал, что милиция... Вот смотрите, объясняю. Мы когда задом уходили, они слева стояли. Мы вот кафешку вот эту уходили задом. Они слева брали. И нам никто не помог. Чего не нас? Сергей, еще раз. Кто старшей группы был? Я был. Я был один, и я старшей группы был. Я один был здесь. И был звенок до него. Выпускай будівельники. А вы уверены во всех тех людях, которые были под вашим началом? Так писали же заявление. Подождите, вы в каждом человеке уверены? Тут каждый отдельно мог действовать. Он мог и дуплями давать. Ты даже не ждать. Мои ребята ненормальные. Они не продажные. Они нормальные ребята. Ну, ненормальные. Чай ты хлопец, элементарно. Левую людину від їхнюю кировку кидаєте. Він провокує. Пописавит. Так а там все в масках были. Те, хто были, в наших масках не были вообще. Вообще в наших масках не были. И схожи, и все, как положено. Подождите, вы хотите сказать, что спровоцировали нас? Нет. Сутрия сторона. Подождите, того, что Женя витек, Седько, Він у маски був чи без маски? Без маски. Наши были без масок. И він його снимав з ножа. Кого с ножом? С ножом поймал? Да не было ножа там. Нет, ну я назначен, с ножом. Ножа не было. У Толика ножа не было. Вообще у Толика ножа не было. Ну, это Толик. Его не было ножа никакого. Он никогда нож в жизнь не берет. Он, блин, он как Винни-Пух, я же говорю. Той, что на фотографии на Ханка кидает все. А, а это кто? Той, что в бегах зараз. Той, что в бегах зараз. Это Женя. Такий агрессивный парень. Ну, вот он и есть. Вот он и есть. Хорошо, ну а наших кто порезал тогда? Ну, кто же резал их? Ну, давайте я вам сказать відверто, кто же их резал. Ну, кто же в меня... Тоже, два человека. Подождите, Петро Васильевич, кто в меня камень кидал? Вот такую бруківку из трех метров. Скажи, Водаска. Явно не хтось. Я вот читаю интернет, у вас... Тебе мало врагов? Немає. Ну, хіба, что... Извините, я читаю интернет, и вижу, что у вас... Тебе ни хрена в життя не зробит. Извините, моё мнение, переворот у вас хотели сделать в Полтаве. По интернету я читаю, хочут сделать переворот. Кто-то хочет прийти к властью, и всё. Ясно. Пока так не ничто. Ну, у меня вот такое вражение сквалося, что дело синхронно с милицией, его, может, навіть не доводили до людей. Ты, может, и не знал, навіть. За твоей спиной все работали. Я вам скажу одно. Мы работали... Милиция должна была зайти в полный экипировки, отгородить их от людей. Так они это обычно делают. Мирно вырешите ситуацию, убрати этих людей. Тоді може відступить, хай они что хотят, и робят. Работя, если бы оттуда вышли, их бы убивали бы нафиг. А я этого боялся страшно. Смотрите, обещаю. А так, як бы милиция зайшла, милицию бы не били. Так, як били її. Можно вопрос, а чё не... Чё вы, как вы думаете? Можно в милицию зайшла, пошло... Можно. Посмотрите, мы все говорят, минут 20 там стояли, держались. Минут 20. Почему милиция не зайшла за эти 20 минут? Это и мне интересно. И нас была... Тоже потрясна была провокация. Думаю, серьезно провокация, и це робило не все в случае. Все, что... Смотрите, нас было человек 10-12, а милиции было там много. Если вы говорите, чё они не влезли? Мы 20 минут стояли. В десяток раз більше полиции было в десяток раз більше. Если бы полиция была за нас, чё она не стала перед нами? И она не пальцем не пошевелила. А тех ребят было кучи там были, понимаете, кучи их. И чё менты не стали? Они б встали, этого всего бы не было. Все. Если бы она за нас была, и они смотрят, 12 человек стоят, бать, смертников, бать, она б встала за 20 минут. То, что вас выкрасили, как жёночий гигиеничный... А я это уже сейчас понимаю, понимаете? Итого я хотел сразу... Сергей, чтобы это было зрозумято, треба было перед тем, как ехать сюда, на тот объект, куда никто не хочет ехать. Уникнуть. До кого? До Чередниченко. Уникнуть. В интернет хотя бы... Я не могу понять. Я не политический человек. Саша, не ехать сюда, не ехать. Ну, это мы с вами разумеем. Извините, я не политический человек. У нас фонтавские многие не разбираются в ситуации. Я не лезу никуда вообще. Я политика ноль. Мне она не интересна, ваша политика. Это ваша. Вы политические люди. Вам хочется... Наняли охранять людей. Да, может, вы из наших знаний вы легче это говорите? Да. Его использовали для... Смотрите, объясняю. Я просто живу тем, у меня батя работяга. Вот это он работает, его охраняют. Ну, кто-то его бросил бы. Как моего батю? Гроши гарни платили бы? Ни копейки не заплатили. По договору гарни? По договору, когда будет объект уже сдан, тогда будем садиться и обсуждать. Я хотел вообще зайти в Полтаву работать здесь. А что за... В Полтаву хотел зайти. У договора не было заключения? Вообще ни копейки. Не заплатили, мы даже не обсуждали. По договору что-то предбачали? Вообще не предбачалось. Я хотел... Все пришли работать? Нет, я хотел зайти в Полтаву работать. Молодая фирма, хотел работать в Полтаве. Так же самое, открыть компанию «Скорпионы», работать в Полтаве. Ни копейки не заработали. Ты ехал сюда работать и ты не знал, что тебе заплатят. Ни копейте своих пациентов. Сергей, ты поклав своих парков за ради доброго слова? Ни копейки. Я хотел зайти в город Полтаву и работать. Извини, пожалуйста, вопрос. У меня возникает вопрос. Кто из нас тут сидит идиот? Хотя бы на бумаге такие вещи. Вы говорите? Або мы что здесь обрадаем. Сергей, Сергей. Або ты, от поясни нам нормально. Есть юристы. Они смотрят договор. Они говорят, да работаем, если у нас предлагают. Да не работаем. Юристы смотрят, обсуждают наши адвокаты. И говорят, нам этот проект не интересует. Сергей, пані Степаненко, яка опирається на поліцію. Пані Степаненко, яка опирається на ФОПС. ФОПС Степаненко, а его сестра, депутат областной ради, голова лестраційної комісії. Невже ты думаешь, якби закинчилась работа, тебе могли бы выкинули, как невідомо что? Викинути звідси. И ты бы ни копейки не отримал. Василь Юрьевич, какое у вас пяти числа таки трапилось? Вы, как нормальный человек, залез и разобрался, что трапилось? Давайте не будем говорить нормальный или не нормальный. Мы же с вами что-то разговаривали. А нет, там нормальный. Нет, подождите, давайте я вам объясню. Вот, Сережа, как ты до этого часа не разобрался, кто вас представил? Кто такий Степаненко, кто такий Степаненко, да ты зайди на сайт Полтавщины, ты все побачишь. Або на любой институт. Я вам объясню, почему нет. А ты нам зараз говоришь, что ты не знаешь, кто такий Степаненко. Ты думаешь, это мы на что говорим? Я не знаю, я не знаю, я не захожу туда вообще в интернет, понимаете? Я стер странички с Фейсбука вообще, поубирал все. То, что, понимаете, я не хочу сидеть в этом интернете. Я был там. Ты же повидаешь за своих пацаней, я что им было разобраться. Пацанов, я объясняю, есть договор, если вам интересно, юристы его предоставят. Сергею, Сергею, послушайте, правдива информация, неправдива. Но было известно, в связи с тем, что объект найвищей безопасности вам в день платят 5,5 тысяч. Послушайте, каждый из вас платили 5,5 тысяч. Такая информация блукает по городу. Я не говорю, что она... Смотрите, без обид. 200 долларов. Остановись. Такое звучало. Остановись. Кафе напротив, не кофейня, а чуть левее, если спиной карки стоять. Либо вторник, Агустин называется. Либо вторник, либо понедельник, кто-то из вас, 5 человек, зашли покушать на 4,5 тысячи. Либо понедельник, либо вторник. Информация достоверная от официантов. Нет, мы не могли покушать на такую сумму, потому что у нас зарплата 3200 гривен. Все, я понял. Следующий вопрос. Скажите, сколько стоит экипировка вашего бойца? Ну, шлем стоит рублей где-то 1200 где-то. Примерно, врать не буду. В полном объеме? Вот стоит боец готовый. Ну, бронежилет стоит штука 100, да. На колейнике там. На колейниках не было у нас. Ну, суть. Не. Ну, в районе 5 тысяч, я правильно понимаю? Не, не, не. Нет, все, все. Вот, от головы до новых. Да, примерно, примерно, примерно шли. Если копнуть, привезти, покушать. Каска бронежилет уже 3000, берцы 1000, шмотка 1000. Вы спросили, дайте мне ответить. Можно, да? Вот, смотрите. Каска стоит где-то 1000, рублей 800, 1000, не больше. Бронежилет, штука 100, штука 200 тоже, да. Штаны стоят, миллиарить, я сейчас скажу, рублей 300 где-то они стоят, черные, да. Плюс куртка черная тоже рублей 700 стоит. Ну, да, где-то 1300, где-то 1300, да. А, смотрите, у вас, вы же недавно, они в кроссовках. У нас денег нет, молодая компания. Я говорю, пацаны, ходите хотя бы в черных кроссовках, чтобы было это. У нас и берцев ни у кого нет. А кто финансировался таки, экипированы вы? Это я покупал. За свои? Я все покупал за свои деньги. Я все покупал за свои деньги, когда мы начали работать, да. Влез в долги, одолжил в денег, хотел сделать охранное место, и вот сделал свое. Сергей, знаете что, когда вы пришли на нашу землю, то я бегал, под ней, послушайте, в Полтаву робили такие чудеса. Я кричал, никто не имеет права их бить, полностью раздягайте до гола. Это я кричал, раздягайте до гола, але жодного не повинны бить. Это я бегал и кричал, вы помните? Ребят, ну все равно, активистов, даже атошников и нас, все равно кто-то столкнул лбами. Это однозначно, я говорю. Но мы, мирных людей, не били вообще. Кто вас схлестнул, тут уже нам понятно, это вы оказались с инструментом, тут вопрос с третьей стороной. Хорошо, смотрите, а что полицейские, когда вашего полицаи били, не влезли, не вытащили? Послушайте, послушайте, хлопці, давайте так, хлопці, давайте об'єктивно, звідки ми познайомилися Сергеем? Я, коли, почуєш, Петро Васильевич, ситуация наступна. Коли він дійсно бігав, розмахував руками, не бейте, не бейте, давайте поговорим, я хотела вас поговорить. Коли його вдарили в обличчя, психнули, його почали лупцювати, у них задача стояла у третьей сторони якоїсь, його колонуть два рази і покласти там, ну і спровокувати оцей взрыв. Я побачив, що таке творище, я отак заскочив, розкидав їх з гріб і витягнув його звідти, ну це було таке. Не тому, що, почекай, там я б і щодня все зробив би. Ви розумієте, ситуація така, я не хотів допустити в нашій Полтаві кровопролиття, все, крапка. Я вам говорю, там люди, говорю, людей оттуда надо витащить, там люди, там три человека, помните, я вам говорю. Ми домовилися, почекайте, ми домовилися витягнути отіх людей, уже це проризано. Я поставив два підрозділа бійців, кажу, тільки постаньте офіцерів отут, щоб приймати кожного, вивити паспорта, документи, щоб не вбили. Ні, жоден офіцер, я хвилин десять кричав, дайте офіцерів, щоб приймали людей. З тими домовилися, ви розумієте? А потім поліція випустила їх через стосерів. Сергій, ви сто процентов уверені, що внутрі були строїти, а не бойці, хтось там? Ні, не було. А звідки у вас були противогази? А вони ж там варять сварки. Да не розказ, Сережа, ну не... У нас противогазів не було. У нас противогазів не було. Сергію, Сергію, почекай. Ну, Сергію, ну, давай з поваги один до одного. Хорошо, давай. Ви бачите вонутри? Внутрі. Та я балакав з ними через... Ну, якщо він не знає. Я вовнутрі не знаходжу. Я тобі кажу, я бачив, як він со мною спілкується, а у нього протягали за ньом одні три. Він кажеш, що він не знаходжу. Я розумію. Я не був. Они выходили, купять сигарет пожежать, а ми у Лицькій кавярні сиділи, ми навіть не стояли второй день. А за двора могли другі люди зайти туди? Звичайно. Звичайно. Легко. Звору милиція прокривала, і там... Я к чому вопрос. Ви допускаєте мысль, що до того, як начали происходити события, задня двері открылась, вийшли роботяги, і туди зашли абсолютно інші люди. Я був впереді, з вами, от 5-го числа. Заді людей, допустим, их не було. Ну, верні, моїх людей там не було. Ви ж сами бачили, я один. Я ж о чому спрашиваю? Ви так може бути так? Не знаю, не можу нічого сказати, тому що я був один впереді, ходив сюрістку. Ви тільки впереді були, це да. І все. Мої ребята приїхали, це можна от милиція розбиратися, вони приїхали, ну, пускай 7-7-20. Да, десь ось так вони приїхали. Моїх там взагалі люди не. Я сам приїхав на мирну акцію. Тому що юрист спугався. Юрист спугався, я ходив впереді. Я даже говорю, дайте мне микрофон, я хочу об'яснити ситуацію. Сергій, будучи лейтенантом, я купив кульочок, ішов по ньому. Це було так цікаво, на ньому написано «Тампакс». Оце тебе використали саме в таких цілях. Ти розумієш? Ти навіть не знав, в яких цілях тебе використали. Тебе просто використали. Извините. Ну, так сталося, ти розумієш? Уже произошло, що произошло. «Тампакс», «Цвет», так само і вас використали. Абсолютно. Так само і вас тампсоцями виразили, вас підставили, на нас кинули, хтось подстрілял порядок, і нас губами свілили. Я з тобою цілком зводен. Ви такожі «Тампакс», як і я. Ну, ти обичевий, я кажу. Я намагався тебе витягнути. Та ви витягнули, дай Бог вам здоров'я, спасибо вам. Слухай, так от, ти зрозумієте. Вон орден за це імеє, в Афгані він витягнув. Молодець. Мужик молодець. Для нього привичний. Просто вам треба було таких поліцяів-дебілів сказати. А дебілів я строїл. Захід на камеру. Я дебілів-поліцяів строїл. Я їхніх офіцерів говорив, що вони імпотенти. Я заявлял, не стесняюсь того. Бог з ним, не проти мова зараз. Давайте все-таки, ну, ми зрозуміли, що існувала третя сила, яка зіштовхнула, роздвухала всю ситуацію. Причем, третя сила, зв'язана с ним. Очень зв'язана. Одно із, знаєте, подразделення... Саме страшно в цій ситуації, що один із вас все-таки, ну... Извините, саме страшно, що потрапили люди. Це саме страшно. А все остальное... Чесно, і слава Богу, що все-таки вот ці уколи... Легко пробито, але не в серці. Печень пострадала, а людина йдет на поправку. К сожалению, мені дуже жалко Сашку. Мені цих хлопців обоих жалко. Але слава Богу, що вони йдут на поправку. Слава Богу! Почень пострадала. Почень пострадала. Почень пострадала. Почень пострадала. Я не приїхав. Правда, лавка. Сашка все десять лет пройдущий сход. Виключаю. І ми ожідаємо. Сами видіть. Почень пострадала. Почень пострадала. Почень пострадала. Почень пострадала. Продолжение следует...